В сети розничных магазинов «Спутник» просто цены ниже. Апельсины 1 килограмм 89,99. Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЗАПТ-ТВ. С вами Дарья Юринская, спонсор выпуска сеть супермаркетов «Спутник». И вначале коротко о главных темах. Крошечная, но такая необходимая пайка, в честь памятной даты снятия блокады Ленинграда четинцам раздали по порции того самого хлеба. Потерпеть очередь ради скидки. В чем причина очередного коллапса на международном пункте пропуска Забайкальск? Агния все победит. Годовалая девочка из Читы за спасением отправится в немецкую клинику. История борьбы в нашем сюжете. Итак, начнем с главного. Сегодня в Читу с рабочей поездкой прибыл заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Точенов. Его визит посвящен разработке национальной программы развития Дальнего Востока. Сейчас реализуется первый этап национальной программы развития Дальнего Востока «Общественное обсуждение». В связи с этим Общественная палата Дальневосточного федерального округа активно включилась в эту работу. Был создан Совет общественных палат Дальнего Востока. Именно с целью разработки, участия в разработке реализации и контроля потом за выполнением этой программы. Потому что функцию общественного контроля с нас никто не снимал. Мы этим будем продолжать заниматься. Но сейчас идет первый этап. Нужно, чтобы все... За большими показателями инвестиций, кипя и министерств не пропало качество жизни граждан. Именно для этого общественники включились в эту работу. Чтобы не потерялась каждая идея. Пусть маленькая, пусть небольшая. Александр Точенов отметил, активное житель из Забайкальского края связано с накопившимися проблемами и недавним включением края в Дальневосточный федеральный округ. Отвечает за разработку программы Министерства развития Дальнего Востока. К 1 июня оно должно нести свое предложение с пакетом законопроектов в правительство. Правительство к 1 сентября в администрацию президента для указа. В этот промежуток идет муниципальный, как сказал, до 15 февраля, до 15 марта региональный процесс обсуждения. Сейчас идет сбор информации. Кроме того, создан сайт dv2025.il.ru, в какой транскрипции мы смотрим. Где собирается каждый гражданин России может зарегистрироваться, подать свое предложение. 75 лет назад тоже в конце января была окончательно снята блокада Ленинграда. Об этом помнят все и старики, и дети. В Чите тоже прошла акция, приуроченная к памятному событию. 8 сентября 1941 года. Тогда Ленинград попал под наступление фашистской армии и оказался отрезанным от внешнего мира. У врага был простой приказ – стереть город с лица земли. Но горожане вместе с военными на протяжении более двух лет не сдавались и продолжали сдерживать натиск. Потери соотечественников были очень велики. Свою роль в этом сыграл и голод. Как рассказывают военные хроники из записи того времени, от нехватки еды и обстрелов погибло более 600 тысяч человек. Хлеб, который изготавливали в пекарнях, выделялся строго по норме на одного человека. Рабочие получали по 250 граммов суточных, а военные и дети – по 125 граммов спасительного хлеба. И сегодня, чтобы почтить память павших и дать возможность понять, каково было тем, кто оказался в окружении врага, люди по всей стране проводят акцию раздачи блокадного хлеба, который сильно отличался от современных хлебобулочных изделий. Мы пекли 250 граммовые, ну как вот была норма, да, 125 грамм на человека. Булочки. Конечно, во время блокады Ленинграда там пеклось в основном же из подручных материалов хлеб. Жмых там всякие, целлюлоза, отруби, ну ржаная мука там низкого качества. У нас, конечно, таких ингредиентов нет. Естественно, мы пекли из муки ржаной низкого качества, без всяких улучшителей, без дрожжей. Пытались донести до людей, в первую очередь, до современного поколения, то, в каких условиях находились наши предки во время Великой Отечественной войны. Одно дело, когда рассказывают люди на словах, а другое дело, когда ты можешь подержать в руках, попробовать ее на вкус и так далее. Мы его сделали максимально приближенным к тому хлебу. Конечно, он не такой, но все-таки попытались создать. Все желающие могли бесплатно взять себе булочку блокадного и попробовать на вкус тот самый хлеб, который в течение долгого времени помогал обороняющимся побороть не только голод, но и набраться сил для победы над врагом. Все удивлялись. Пожилые люди рассказывали, как их отцы проходили войну, что молодежь этого не понимает, что мало кто знает. В некоторых городах эта акция уже становится традиционной. К этому дню сотни или даже тысячи пекарен по всей стране пекут в своих печах блокадный хлеб, который был тогда для заточенных ценою в жизнь. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ. Ситуация на международном автомобильном пункте пропуска Забайкальска, где в выходные произошел очередной коллапс, начала стабилизироваться. Все подробности у Натальи Протаковской. В минувшие выходные значительно возросло число желающих пересечь границу на пункте пропуска Забайкальск. Посредством социальных сетей туристы делились своими сообщениями о том, что вынуждены стоять в очереди по двое суток. В пресс-службе таможни проблему нам подтвердили. За прошедшие сутки наблюдалось скопление транспортных средств и физических лиц в пункте пропуска МАП Забайкальск по пассажирскому направлению. Пункт пропуска работал в усиленном режиме. Пропускная способность МАП Забайкальск – 5000 человек в сутки. Однако в выходные дни эта норма была значительно превышена. Ажиотаж вызван внушительными акциями на товары народного потребления в связи с предстоящим Новым годом по китайскому календарю. Участилось количество лиц, желающих пересечь границу по два и даже три раза в сутки В связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года нового законодательства по уменьшению норм ввоза товара для личного пользования до 25 килограмм псевдотуристы увеличили количество поездок в КНР для того, чтобы вывезти как можно больше товаров народного потребления. По информации людей, которые прибывают со стороны КНР в Россию, соседняя сторона в приоритете пропускает китайский транспорт с нарушением живой очереди. Как пояснили в Читинской таможне, российская сторона не имеет возможности регулировать транспортный поток со стороны КНР и принимая транспортные средства в порядке подачи китайской стороной. Наталья Протаковская, ЗАПТ-ТВ Министерство природы из Забайкальского края поставлено задачей организовать подготовку к пожароопасному сезону и с наибольшей эффективностью использовать выделенные из федерального бюджета средства. Кроме того, с этого года на территории края начнется реализация федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Средства нацпроекта больше 160 миллионов рублей. Забайкальский край снова стал лидером рейтинга регионов России с самым грязным воздухом. Столица Забайкалья уверена возглавляет первые строки рейтинга еще с первого полугодия 2018 года. В число городов с самым грязным воздухом также попал и Петровск-Забайкальский. Для одних покупка квартиры – настоящее мучение, а для кого-то – праздник. Одно из самых крупных агентств недвижимости Читы провело необычный розыгрыш. Розыгрыш от одного из самых крупных агентств недвижимости в Чите начался феерично. Главная интрига вечера – кому же достанется сертификат на 100 тысяч рублей. Глобус у танцовщиков неспроста. Победитель сможет полететь в любую точку земного шара. Остальных счастливчиков ждут не менее ценные призы – 10 коробок с бытовой техникой. Чтобы стать участником, нужно было во втором полугодии продать или приобрести квартиру, дачу или участок, используя услуги агентства. Владимир Фаринык, к примеру, не только решил жилищный вопрос, но и стал одним из победителей. Дайдет тебе местечко, моя новая электропечка. Первый раз вообще что-то выиграл. Шел, хотел домой идти уже. Что будете готовить? Все совпало. Теща все готовит. Теща отдам. Это уже шестой розыгрыш, и по количеству участников он побил настоящий рекорд. Удачу испытали более 400 человек. Честь крутить волшебный барабан досталась самым маленьким. А вот дальше судьба счастливчика была уже в его собственных руках. Каждый выбирал свой красный шар, в одном из которых была спрятана записка с заветным призом. Как я сюда попал, я продал квартиру, решил обратиться в это агентство и не пожалел. Выиграл телевизор, чувствовал, и было что-то в душе, что выиграю что-то. Анастасии с мужем повезло больше, чем остальным, ведь им и достался главный приз. Мечта о жарком Египте стала явью. Жилищный вопрос решен с активом, на отдых полечу я с позитивом. Аплодисменты! Неожиданно очень я. Очень рада, конечно, что так все сложилось. Обязательно поедем отдыхать. Редко когда везет, тем более в таких крупных размерах. Не хотела идти, если честно. Муж им говорил, как всегда это бывает, очень хорошо и позитивно все хорошо сложилось. Нашим клиентам очень нравится, когда мы заботимся о них. Нам приятно, когда они приходят на такие розыгрыши. Это добрая традиция. Она проводится с 2016 года. Каждые полгода мы проводим среди наших клиентов. Очень многие клиенты, которые повторно к нам обращаются. Не скажу, что именно за розыгрыши, но тем не менее, очень многие приходят повторно, чтобы могли им оказать услуги. Компания «Активнедвижимость» на рынке с 2011 года. Благодаря огромной базе, вмещающей более 10 тысяч вариантов квартир, домов и дач, а также услугам электронной регистрации, тысячи забайкальцев смогли решить не только свой жилищный вопрос. Некоторые смогли получить и ценные призы. Гуля Алхасова, Анастасия Шадрина, ЗАПТ-ТВ. Вы смотрите новости на Первом Независимом, и мы продолжаем. Программа «Дальневосточный гектар. Право россиян бесплатно и быстро получить землю на территории Дальневосточного федерального округа». Стать участником программы могут и забайкальцы. Все подробности у наших корреспондентов. Получить земельный участок абсолютно бесплатно – реально. С 1 июня 2016 года реализовывается программа «Дальневосточный гектар», дающая право россиянам на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 гектара, собственность или долгосрочную аренду. Теперь такой шанс появился и у забайкальцев. Для людей, которые хотят получить землю, это уникальная возможность. Потому что сейчас годами можно стремиться получить какой-нибудь кусочек земли и не иметь возможности его получить. И ходить, и доказывать что-то, и не иметь никакого результата. А здесь нормативный срок – 45 дней. Возможность получить землю практически где угодно. Для людей это большая возможность. На территории Забайкальского края для выбора доступно 26 миллионов гектаров, что составляет 67% от общей площади. Определяясь долгожданным участком, стоит помнить и об ограничениях. Это следующие территории. Земли физических и юридических лиц с зарегистрированным правом. Земли Министерства обороны. Особо охраняемые природные территории. Земли населенных пунктов. Защитные леса. Полный исчерпывающий список так называемых «земель нельзя» и основания для отказа в предоставлении прописан в статье 7 Федерального закона номер 119 ФЗ. Программа предоставляет максимальную свободу выбора при определении цели использования участка. Люди могут заниматься фермерством, пчеловодством, строить дома или гостиницы с целью развития туризма. Гектар предоставляется навсегда, если в течение 5 лет он освоен. Гектар предоставляется навсегда, если он выбран в правильном месте. Если он его своевременно освоил в течение 5 лет, то он ему предоставляется бесплатно навсегда. Но срок установлен законодательным, чтобы у нас земли не расползлись и не оказались потом неиспользованными, и была какая-то через полосица. Срок, за который он должен его освоить – 5 лет. Землю можно приобрести в населенном пункте и за его пределами. Потому муниципалитетам предстоит проделать очень четкую, оперативную и масштабную работу по постановке всех ранее выданных земельных участков на учет. Если вы уверены в том, что дальневосточный гектар открывает для вас новые горизонты, которые смогут вам покориться, то подача заявления – это первый шаг на пути к вашему успеху. Далее необходимо заключить договор безвозмездного пользования. В течение года определиться с видом использования участка, по истечению трех лет подать декларацию, подтверждающую целевое использование. После пяти лет безвозмездного пользования участок может быть получен в долгосрочную аренду либо в собственность бесплатно. Начало распределения дальневосточных гектаров в Забайкальском крае планируется с 1 июля 2019 года. Наталья Протаковская, Ирина Петрова, ЗАПТВ. Ради ее спасения объединились все, начиная с простых горожан и заканчивая мировыми звездами. Годовалая девочка из Читы Агния Коржова нуждается в срочном лечении. У ребенка рак крови. Все подробности у моих коллег. Я люблю жизнь, люблю свою профессию, люблю свою большую дружную семью. Маму, папу, сестру, друзей. Люблю творить и создавать помимо работы. С Юлией Лазаревой мы познакомились год назад на конкурсе «Миссис Чита-2018». Уверенная в себе, эффектная мама троих детей. Тогда она вполне заслуженно завоевала титул «Лучшая мама». Но в октябре 2018 года в ее семью постучалась беда. У младшенькой Агнии поднялась температура. Вначале думали зубки, а никто и подумать не мог, что это страшное заболевание – рак крови. Доктор посмотрел, все хорошо. Живот мягкий, горло чистое, дыхание чистое. Она назначила биохимию, анализ крови, биохимию. И вот мы сдали биохимию. И биохимия показала, что у нас очень много этих бластных клеток, которые, как их называют, сырые клетки. И назначили нам консультацию онколога, гематолога детского. И приехав туда, в онкологический центр, сюда к нам, то есть их сразу положили под капельницу. И вот с тех пор они у меня находятся в стационаре. Страшный диагноз вначале ошарашил семью, перевернув все с ног на голову, перечеркнул планы, цели, ежедневные заботы. Затем отчаяние сменилось борьбой, пусть и со слезами на глазах, но борьбой, о которой Юлия ежедневно пишет на своей страничке в социальной сети Инстаграм. Я хочу транслировать борьбу. Хочу показать прежде всего самой себе, что ни в коем случае нельзя сдаваться и отчаиваться. Когда мне хочется лезть на стену от душевной боли, хочется кричать от своей беспомощности, я звоню мужу или сестре и говорю, скажи, что все будет хорошо. Пишет Юлия и о синяках от многочисленных уколов, о химиотерапии, после которой так плохо, что малышка не спит и не ест в течение нескольких суток. Бывает, что отказывается спать, отказывается кушать, у нее из носа кровь течет, то есть беспокойная может наоборот быть. То есть, ну, там, с кожей у нее проблемы возникают, вот пальчики у нас воспалялись. Ну, как бы, конечно, врачи, все, что от них зависит, делают. Ну, мы с супругой посовещались и приняли решение, что все-таки ребенка будем лечить в Германии. Приняли решение, что мы в любом случае мы все продаем, то есть все, что есть, все движимое, недвижимое продаем, изыскиваем средства и едем в Германию. Врачи из немецкой клиники города Дортман, которые специализируются на лечении лейкозов, согласились взять на лечение агнию. И объявили счет 80 тысяч евро. В рублях эта сумма астрономическая – 6,5 миллионов рублей. Благодаря отзывчивым людям из разных уголков планеты удалось собрать уже почти 4 миллиона, но необходимо еще два. Я понимаю, что это наш путь, и, к сожалению, мы не сможем свернуть с этой дороги. Но как бы тяжело не было, мы должны идти только вперед, дойти до конца испытаний исключительно победителями, услышать долгожданные слова врачей. Ваша дочечка здорова! Уколы, капельницы, химиотерапия, маленькой Агнии тяжело идти к своей победе в одиночку. Подарить шанс на выздоровление можете вы. На экране банковские реквизиты. Отправив смс любой суммой, вы поможете Агнии и побыстрее долететь в немецкую клинику и продолжить усиленное лечение. На счету каждая секунда. Гуля Алхасова, Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, ЗАПТВ. Новости о Чите из Абайкальском крае в формате 24 на 7. Любимый телеканал работает для вас круглые сутки. Главное – запомнить, на какой кнопке нас искать. В эфире «Первый независимый» узнаете от нас о самых честных новостях региона. А вот уже третий год телеканал ЗАПТВ этими фразами встречает своих зрителей и не расстается с ними все 24 часа в сутки. Не только новости, но и авторские проекты завоевали внимание забайкальцев. Мы инспектируем проблемные дворы и дома Читы, чтобы заявить о них во всеуслышание в программе «Дежурный по городу». А еще узнаем историю родного города и делимся впечатлениями в передаче «Гид для в Рио». По пятницам открываем секреты успешного бизнеса, проводя один день с предпринимателем. Журналисты ЗАПТВ без страха берутся за самые сложные темы, штурмуют кабинеты чиновников и говорят открыто о самых острых темах. Итак, ищите нас в кабельных сетях. Ростелеком, 22-я кнопка, ТТК, 131-я, МТС, 39-я. Будьте с нами все 24 часа в сутки. Дарья Юринская, ЗАПТВ. Телеканал ЗАПТВ возобновляет свою рубрику под названием «Вот это кадры». Мы будем знакомить вас с самыми необычными профессиями и самыми яркими забайкальцами. Сегодня героем стал краевед Афанасий Белокопытов. У меня началась судьба 22 июня 1941 года. В этот день меня назначили рабочим. Так начал наш разговор Афанасий Белокопытов. Есть эти слова и в самодельной книге мемуаров. Пока это тонкая тетрадь 12 листов. Книгу о своей интересной жизни он начал писать недавно. Сначала пришло название «Афанасий», а затем память начала подсказывать. Закрутился сюжет. Глава о детстве готова. Да вот незадача сетует Афанасий Андреевич. Сам ничего не пойму, глаза плохо видят. А кто же редактировать будет? Я родился в местах жертв репрессии, еще и репрессированный. А репрессированный – это был ребенок с нуля. Там родился я в этих, на Истоповале. А в Ванонском районе родина родителей моих. И потом, когда отец там у меня на Истоповале умер от болезни. В Красновярске. В Красновярске, ага. И мать вернулась от родины в Ванонский район. Это было село Старый Чендант. Колхоз был раньше тогда, во время войны. В середине войны семья Белокопытовых переехала в Бурку. Мама устроилась дояркой в подсобное хозяйство военторга, а маленький Афанасий в перерывах между учебой в семилетке пас овец учебанов. Потом педагогический техникум, служба подводникам на Тихоокеанском флоте. Снова учеба и работа в школе сначала на руднике Ангатуй, потом в Александровке. Новый учитель физкультуры активно занялся воспитанием подрастающего поколения. Увлекал детей туризмом и краеведением, возил на соревнования. Естественно, успехи в карьере не заставили себя долго ждать. В школе тоже сначала не могли понять, как так. Афанасий Андреевич, это самое, успех, успех. Особенно возмущались, когда этот фронт, когда дали мне, этот отыщник народного просвещения. Знаете, да? И вот именно за работу, по туризму, по краеведению заработал я. Афанасий Андреевич признается, не было бы успеха, если б не она. Его опора и надежда. Он сразу приметил белокурую кудрявую девчонку, которая носилась по поселку словно лань. И сегодня они рука об руку уже прошли длинный путь. Семейный стаж 62 года. А на самом деле он еще больше. Учились в одном классе, сидели за одной партой, списывали друг у друга. Там вот мы вместе сошлись. Вместе сошлись. С детства. На парте сидели вместе. С детства начали. Кончали школу вместе, семилетку. Седьмой класс на одной парте кончали с ней. Он у меня по математике спросил. Семья у Белокопытовых большая. Четверо детей, шестеро внуков и четыре правнука. Это все наше богатство. Ради них и живем, говорят супруги. Да и вообще жизнью довольны. Ведь удалось себя реализовать и в профессии, и в любви. Ирина Блажевская, Ирина Петрова, ЗАП-ТВ. Она хочет снова увидеть мир во всех его ярких красках и научиться ходить без маминой помощи. 13-летняя Настя Федорова столкнулась с недетскими испытаниями. Помочь ей можете вы, наши зрители. В свои 13 Настя заново учится ходить, шаг за шагом, преодолевая короткие расстояния маленькой палаты. Правда, пока не без помощи. Но девочка с мамой рады и этому, ведь месяц назад она даже встать с кровати не могла. А началась история еще в мае. Приступы головной боли, резко ухудшающиеся зрения. Сначала Настя просто стала плохо видеть, потом вместо ярких картинок едва различала силуэты. В мае месяце у нее начались приступы. Головные боли, сильные рвота была. Но там как бы у нас просто сказали, что у нас ангина. Да, вот так вот нам сказали. Там у нас июнь, июль у нас никаких признаков не было. А уже в августе у нас сильная была рвота. Также головные боли сильные, уже ничего не помогало. Мы обратились в детскую консультацию к неврологу. Нам поставили внутричерепное. Месяц нас пролечили. Но никаких не было улучшений нас. В сентябре опять был приступ. И вот нас по скорости сюда, вот, что-то по стрессу экстренно как бы привезли. После обследования выяснилось, у Насти опухоль головного мозга. Врачи экстренно провели операцию. Состояние девочки немного улучшилось. Зрение тоже стало потихоньку возвращаться. Но сейчас требуется повторная операция в Москве, в клинике Рогачева, куда и собираются лететь Настя с мамой. Ребенку планируется проведение повторного оперативного лечения, уже более высокотехнологичного, с проведением дополнительного дообследования гистологических препаратов. Такие методы лечения, которые проводятся в федеральных клиниках, они гарантируют более качественное проведение именно оперативного лечения и именно таких обследований, которые в условиях Забайкальского края не проводятся. То есть какие-то цитогенетические исследования, которые в дальнейшем будут влиять на течение заболевания и на сам прогноз. А прогноз будет непременно хорошим. Настя с мамой просто уверены в этом. Мы с тобой какие? Сильные. Мы все преодолеем, да? Угу. Что переживем? Переживем, конечно. Страшно это, конечно, оказаться в такой ситуации. Мне всегда было таких деток жалко. Само я постоянно смотрю ролики, как будут подарить жизнь на пятом канале. Всегда жалко детей. Тут сами столкнулись с этим. Ничего, думаю, все у нас будет хорошо. А сделать так, чтобы все было хорошо, можете вы, наши телезрители. Отправив смс на номер 3434 со словом «платежи могу» и суммой перевода, вы поможете Насте поскорее окрепнуть и встать на ноги. А главное, придать семье еще больше сил, в том числе и моральных, для дальнейшей борьбы с заболеванием. Гуля Алхасова, Сергей Бумагин. Специально для проекта «Я помогу». Это все новости, о которых мы успели рассказать. Смотрите ЗАПТВ. И оставайтесь в курсе самых честных и интересных новостей региона.